всем привет начиная наши кулинарные видимо так можно сказать изыски вот мы с друзьями с ларуси моими хорошими друзьями решили сделать сердце вот купили сердце куриное и упаковки они конечно маленькие такие я честно говоря особо никогда их не готовил но вот решили мы попробовать я ли сердце нарезали на две половинки достаточно длительный очень длительный такой момент все же мы нарезали вот получилось ну достаточно много практически целой кастрюли вот после этого ну стандартный вариант взяли лук порезали здесь я сделал побыстрее видео для того чтобы на этом не заострять внимание особое порезали лук абсолютно как хочешь так и режь большими маленькими кусочками я взял две луковицы все это мы засыпаем в кастрюльку делаем такой маленький маринадик смешиваем наши сердца с луком хорошо звучит сердце с луком какое у тебя сердце с луком вот но после этого добавляем специи конечно же различные перцы немножко соли я соли очень много не люблю присыпки которые у вас есть вот немножко бальзамического соуса у меня есть горчицы вроде как французская называется вот я сейчас все это дело смешаю остатки и тоже туда закидаем но бальзамического соуса много не надо особо так потому что будет кисловато все-таки немножко надо как раз не выдавливается старый вот столько больше я и не хочу после этого все это дело смешиваем можно туда добавить немножко подсолнечного масла в данном случае добавлять не надо потому что вот как раз вот и горчица что-то такое есть какая-то некая жидкость но я думаю что вот ее и хватит я просто взял добавил остатки кипяченой воды а можно не кипяченой это уже не главная часть самолета мешаем делаем такую некую жидкость вот сейчас мы опять туда все это сандалим да все это перемешиваем 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 получается такой пахучий очень основа такая неплохая туда же я закидываю морковку и сыр после этого на некоторое время я все это дело поставил холодильник что у меня все это настоялось но сыр можно и попозже но у меня просто был сыр под рукой я туда его и закину поверьте получилось неплохо все это смешиваю ставлю холодильник хотя в общем то по идее конечно вот этот сыр надо добавлять уже в конце мероприятия но ничего страшного вот получилась такая симпатичная масса очень неплохая после этого из холодильника через два-три часа я достаю беру свой добрый вог нравится мне эта кастрюля все это дело обжариваю но обжариваем то есть не не жарю прямо жарю жарю а немножко обжарю потому что в общем я честно говоря никогда сердце не делал это первый мой такой опыт посмотрим что получится честно говоря получилось очень неплохо и до сих пор вот я вспоминаю добрым словом эти сердца вот конечно после того как я обжарил все это переваливаю свой добрый горшок очень хорошая вещь ничего там не подгорает духовке так удобно все делать вот все это закидываем закидываем закидывать закидываю заливаем сейчас дольем последний бросок все в горшочке добавляем немножко сметаны потому что ну в общем сердца они такие нежирные все это перемешиваем и закидываем в духовку духовке у меня все это дело работало где-то порядка полтора часа я вынул и оказались они жесткие поэтому мне пришлось импровизировать я взял миксер добавил туда эту массу она но в принципе можно конечно есть но жестковатые получились сердца жестковатые мне не совсем понравилось поэтому я решил все это дело в миксере замиксить как говорится вот но я когда дело все это в миксере в блендере да то есть я их не до такой мне не очень мелко достаточно крупно помолол после этого я взял этот железячку закинул на кастрюльке из такая смазал немножко маслом вывалил туда вот эту массу которую у нас получилось добавил немножко клинчиковского так в одной из версий которые я читал для печени надо добавлять конечно портрей но мне просто портрей на него вот так вот делаю такую массу и опять закидываем в духовку уже открытую обратите внимание здесь вот у меня все это дело стояла полтора часа около часу и получилось обалденно я даже не как назвать паштет и сердце что ли вот ну наверно вот так то есть грубо говоря начинка для пасты обалденная ну естественно бокал старого доброго вина тоби киплинга старое кожаное кресло и паштет всем привет рекомендую к употреблению bye bye heavy metal всем пока до свидания с наступающим и и и и и и